Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Как выбрать свое состояние, когда ничего в жизни не хочется, ничего неинтересно, а если появляется какой-то интерес, быстро угасает и двух дней не держится? Так не видишь ни в чём смысла, учиться неинтересно, так как непонятно, ради чего заниматься творчеством неинтересно, очень тяжело идёт, очень тяжело не идёт, нет надрого огня. Я думать на тайное мироздание хочется, но обустощена, выполнять любые дела неинтересно, общаться неинтересно, помогать неинтересно, вообще ничего не хочется, просто хочется лечить сегодня день, спать живую изнутри себя, как в тумане, и так продолжается 10 лет. Сейчас мне 29 лет, нет энергии, нет внутренних ресурсов. Ну, первое-наперво, конечно, имело бы смысл обратиться вам к врачу. Вот, вот, психиатру, клиническому психологу, вот, для того, чтобы вам диагностировали, значит, депрессию. Вот, потому что есть опасения, что то, что вы описываете, да, может быть, может быть депрессией. Вот, и тогда вам потребуется, конечно же, медикаментозное лечение. И уже на фоне, на фоне медикаментозного лечения, вы сможете заниматься психотерапией, в частности. Вот, и работать, значит, ну, вот, в этом направлении. Да, вам мой коллега, Кудрячев Игорь Леонидович, на мой взгляд, достаточно корректно. Написал, вот, о проблеме, то есть, о том, что, вот, на что-то, получается, ваша энергия тратится, вот, куда-то ваша энергия, получается, уходит, вот, выходит, ваша энергия, судя по тому, что мы можем видеть на некоторую такую внутреннюю борьбу с собой. Вот. Что это за внутренняя борьба с собой, да? На мой взгляд, очень важный вопрос, что это за внутренняя борьба. Чаще всего, чаще всего, человек пытается, ну, что-то доказать, человек пытается кем-то быть, грубо говоря. Вот. Понимаете, какая штука, то есть, человек просто пытается кем-то быть, вот. Вот, на мой взгляд, вы страдаете от того, что пытаетесь кем-то быть, быть кем-то, к сожалению, кем вы, кем вы не являетесь. Скорее всего. Вот. Вот это вас, больше всего, на мой взгляд, избивает стук. То есть, когда человек, ну, условно, условно, борется сам с собой, вот, а это, на мой взгляд, то, что вы делаете, вы боретесь, боретесь сам с собой, вот. Вы пытаетесь, ну, побороть сам с собой, вот, то, конечно, у вас ничего не получается, что является, на мой взгляд, вполне естественным. Вот. Поэтому смотреть нужно, что у вас за конфликт внутренний, самое с собой, что произошло, здесь, вот назад, вот, совершенно очевидно, что произошло, произошло там, что-то не самое, такое, приятное. и дальше, дальше уже смотреть, как это можно будет разрешить. Ну, и подход, подход, конечно. То есть, вот, ну, какой подход вам подойдет больше, да, подходит ориентированный, например, на детско-родительские отношения, допустим, подходит ориентированный больше на вас, на вас самого, на ваш собственный опыт, скажем так. Вот. То есть, это все вот, на мой взгляд, нужно исследовать, конечно же. И, тогда, я думаю, что появится для вас возможность эту ситуацию исправить. Вот. Хотя, я, все равно, должен сказать, в обязательном порядке, депрессия, если у вас в наличии депрессия, то вам нужна помощь врача в этом случае. Поэтому нужны здесь все посещения врача. Вот. страшно представить, что 10 лет, да, врача. А вы жили вот так мучая, мучая, страдая, и так далее. Страшно это представить. Страшно представить. Поэтому вот сочувствую вам, сочувствую тому, в каком положении вы оказались. Вот. И надеюсь только, что для вас сейчас закончится. Вот. Все это закончится. И вы сможете быть счастливы. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго удачи.